всем привет еще такая пришла посылочка с алиэкспресс сейчас мы откроем и посмотрим так коробка уже приятно прикольная коробочка очень плотная тут на ней ничуть они вот сзади что-то есть литий полимер батарея и везде силы индикатор 3 вата на 2 4 часа максимальная зарядка игра 3 часа ну короче такое все так тут у нас карточка какая-то это это с магазина просят как обычно там 5 звездочек им поставить вот такая вот колонка прикольная она такая красно перламутровая какая-то и прям софт-тач как резиновая тяжеленькая это уже хорошо тут у нас имеется кабель для зарядки микро usb и мини джек это для подключения внешних источников через разъем три с половиной миллиметра инструкция на английском тут такой саня кнопочек как чего там куда нажимать как это все работает давайте попробуем без нее обойтись да собирает на себя конечно все бумажечки это все к ним прилипает ну я думаю как-то обойдется надеемся на это так тут у нас два динамика кнопочки это вращается и там кнопочка под ней сверху micro sd карточка становится флешка usb это вход 35 то есть чего-то другого сюда можно подавать сигнал и зарядка тут еще отверстие по идее там индикатор должен зарядки быть значит работает это дело удержание громкость регулируется либо прокручивание и когда на все она пикает еще доиграет либо удержанием вот этих кнопок то же самое увеличиваем или уменьшаем новость два раза нажимаем на центр режим радио но чтобы она работала в юсб надо вставить кабель еще два раза нажимаем bluetooth а ну да здесь же у нас ничего не установлено то есть мы сюда ставим допустим и ксдшку не той стороной я не буду музыку включать видим что она работает в режиме mp3 работает либо карта памяти либо флешка либо вот этот вход то есть то что подключена той работает в одном этом режиме bluetooth подключается без всяких паролей просто в телефоне видим там m8 по моему нажимаем и все и музыка что играет на телефоне все переключаем щелкаем и так далее вот такая вот штучка кстати здесь еще есть такие два пропила что ли сюда можно шнурок продеть на руку если кому-то надо так ну и еще чего мне хотелось это заглянуть какой же там все-таки аккумулятор стоит у меня есть вот такой вот шестиграничек под эти винтики болтики и мы сейчас аккуратненько включилась нажал сверху на колонку и она включилась но ничего страшного так вот такие вот жирненькие винтики так четыре штучки мы открутили теперь как-то надо эту крышку аккуратно чтобы краску не поцарапать чем-то поддеть чем-то с тонким надо поддается она еще и на защелках там тут и принципе эти винтики они не нужны были по сути так давайте выключим чего мы тут видим два динамика м 45 b 4 ом 3 вот здесь у нас аккумулятор приклеен как обычно на горячий клей да жаль я думал здесь 18650 можно было бы его увеличить емкость поменять на другой там на двухсторонний скотч приклеен аккумулятор здесь проглядывается проглядывается очень плохо видно там что-то по-китайски значки только видно сертификатов и какие-то иероглифы непонятно что там за аккумулятор ну скорее всего здесь стоит вот этот бл как он там 4 c nokia который используется они по моему эти аккумуляторы запихивают где только можно то что ж такое вот точно об этом вот он двухсторонний скотч липкий так и там у нас да похоже это аккумулятор стандартный типа nokia просто он еще сверху термоусадкой зачем-то будут ну в принципе сюда большего размера впихнуть наверно ничего не получится вряд ли ну зато поменять так точно можно будет если этот сдохнет можно будет поставить новый так прям все плотно подогнано даже тут того если параллельно повесить это не получится ну только разрешу найти такого размера аккумулятор побольше ладно не буду его распаковывать дальше вернем все на место нужно проверить сколько на этом аккумуляторе продержится колонка может и так хватит с головой заявлено было по моему там 3-4 часа в зависимости от громкости воспроизведения ну вот написать нужно все с потолка поэтому не будем доверять особо громкости здесь довольно такие приличная поэтому я не думаю что прямо на все будет постоянно включена так процентов на 60 70 думаю на природе даже хватит его так вот так вот все вернули назад все работает вот так вот вытащу карту вот ну в принципе и все единственное только попробовать еще сколько она там отработает беспрерывно и больше принципе сказать то и нечего так еще одна колоночка с алиэкспресса сейчас мы посмотрим она без коробки с коробкой дороже маленькая инструкция описание кнопочек шнурочек для соединения так называемый aux подключать источник через 3 5 разъем и для зарядки обычный usb micro usb но он небольшой коротенький и вот так вот такой это не пупырка не на это типа какой-то пенистого пористого материала вот пришла такая колоночка nby 18 тут у нас ну на вид у нас тут два динамика и что-то вроде еще там как сабвуфера ну понятно что это все на вид что внутри можно будет узнать только если разобрать тут у нас есть микро sd слот карточки микро usb для зарядки usb для флешки вот аукс этот выход вход и он офф переключатель сверху колечко которое переключают треки громкость плюс-минус и посередине тут кнопочка там скорее всего play pause и может там какие-то режимы переключают так давайте вкручиваем громкость и уберу так как у нас режим переключаются ну скорее всего без кабеля на и работать не будет тут антенна нужно как обычно что у нас тут сказано по этому поводу тут следующий предыдущий даже ничего не сказано ходу про радио ну в общем вот она уже ничего не видно ладно идем дальше bluetooth потому что у нас нету источника ставим сюда флешку и дай и дай и дай давно я такого не видел можно треки перематывать обычно они только переключаются следующее и дай и дай Субтитры сделал DimaTorzok На максимальной громкости вся колонка начинает вибрировать, но каких-то призвуков неприятных вроде бы нет. Звучит довольно громко, и она намного лучше играет в предыдущей. Вопрос только, сколько она продержится на заряде аккумулятора. А так, очень даже неплохая. Вполне. В общем-то, в целом колонка порадовала. Звук очень приятный, басы есть. На максималке практически никаких призвуков не появляется. То есть, работает она неплохо. И емкость аккумулятора получилось замерить 1080 мА, там 1070-1080, где-то так. И удивило то, что даже от такого аккумулятора она проработала на громкости где-то, но не максимально. Это так процентов может на 80, но это довольно громко. Проработала больше пяти часов. Ну, вот это тоже как бы порадовало все. И в целом, не знаю, прикольная колонка. Звучит приятно. И она стоит своих денег вполне. Есть индикатор заряда. То есть, при зарядке горит красным. Когда заряжено полностью, он становится зеленым. Вот. И при включении он синеньким еще моргает. Ну, то есть, такой, конечно, очень плохо видно. Тут очень мелкое такое вот отверстие. Но, если нужно, можно разобраться там в состоянии и режиме работы. Или зарядки. В общем, хорошая вещь. Смотрите, ссылки внизу. В принципе, эта колонка подешевле. Тоже, как бы, за свои деньги достойно. Но там аккумулятор слабый, конечно. Там буду добавлять... Ну, вернее, не добавлять. А там я буду делать здесь под два аккумулятора на 650. В общем, по максимуму. Чтобы она работала очень-очень долго. Ну, а тут ничего делать не надо. В принципе, и так, наверное, хватит. На какую-то там вылазку, поездку за город и так далее. Все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...